Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! И хоть недавно у меня уже было видео о спирулине, сейчас придется мне сделать, я делаю другое. Поясняю почему. План этого видео состоит из пяти пунктов. Первый. Общие данные о том, ну что такое спирулина, почему этот продукт уникален, питателен, почти незаменим в наши дни. Второй пункт. Вред спирулины. Дело в том, что самые начитанные такие передовые люди, интересующиеся, видят ряд проблем, но заблуждаются во многом, и я начну с этого разбора. Вопросы, протесты, претензии, и будут мои пояснения, ответы. А темы тут такие. Какую надо есть? Замороженную, типа вот, живую спирулину, или сушеную, что, мол, сухая, плоха чем-то. И перечисляют, чем плоха, я сейчас отвечу. В культурах спирулины, говорят, живут, и другие цианобактерии, ядовитые водоросли, они выделяют токсины, и это плохо. Как быть? Также пишут, что спирулина содержит фермент тиаминазу, который разрушает витамин В1, и в связи с этим разные проблемы. Также пишут претензии, что перед сушкой спирулины часто извлекают фикацианин, значит, теряется белок и качество продукта. Ну и спрашивают, вы гарантию даете, что вашей спирулине нет, оксида, графена. А то, мол, пишут, человек, я покупал индийскую, а она магнитится. Ну что ж, на все отвечу. Третий пункт. Польза и необходимость спирулины. Откуда приходят, как производятся наши биоспирулины? Четвертый пункт. Как и где купить качественный, безопасный продукт спирулину? И почему она, собственно, биоорганическая и потому абсолютно безопасная, и наоборот, почему она полезная? Ну и пятый пункт. Зачитаю очень показательное всего лишь одно письмо. Я очень рекомендую слушать вам с самого начала до самого конца. Не выключаю, ведь это касается вашего здоровья, а тема очень важная в наши дни. Итак, поехали. Спирулина это синий-зеленый водоросль, точнее цианобактерия, ну то есть симбиотический организм. Потому и синтезирует многие питательные вещества она в своих организмах и накапливает их. Она содержит все необходимые питательные вещества для здоровья и активной жизни человека. И незаменимые и заменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты и так далее. Даже ООН назвала ее самым совершенным продуктом на Земле. И ее, то есть спирулину, применяют в питании для космонавтов, о чем у меня было видео. Ну как концентрат питательных веществ, то есть в малом объеме, огромная пищевая ценность. В наши дни у всех людей, кто бы что ни ел, имеются дефициты питательных веществ, особенно некоторых микроэлементов и витаминов. И потому спирулина, хлорелла и фокус это наше спасение. Это самый простой способ решить много проблем, связанных со здоровьем и дефицитов жизненно важных нутриентов в наши дни. Ну подробнее я это поясню в конце видео. Ну а теперь вопросы. И в основном их написал один человек. Это Дмитрий Хрюстов, постоянный мой зритель, который написал около 10 вопросов. Начал он с того, что Юрий Андреевич уже обещали, что ответ будет дан. Под моими вопросами про разницу между живой и убитой. Подчеркиваю, как он это пишет, убитой в порошок. То есть он считает порошок или таблетки спирулины неживым продуктом, из которой еще и фикацианин извлекли, чтобы его потом отдельно продать. Дмитрий, чтобы такие вещи говорить, судить, надо хотя бы знать. Вы уверенно сейчас пишете, то есть вы не спрашиваете этим письмом, вы не спросили. Вы сказали утверждение, по сути обвинение. И требуете, ну мягко скажем, требуете ответы на эти вопросы. Что ж, руки дошли, пришлось мне на это потратить время. Вам и таким, как вы, людям все подробно объяснить. Фикацианин извлекли, это речь идет про его концентрат, так называемую синюю спирулину, а конкретно про это вещество. Ну, сильный антиоксидант и так далее, и так далее. Вот что, мол, его извлекает. Но это ладно. Дмитрий меня закидал вопросами, как я уже сказал. Около 10 писем. Давайте поясню все по порядку. Первый ряд его вопросов, протестов. Пишет, живая замороженная спирулина имеет несколько преимуществ по сравнению с сушеной. Первое, больше питательных веществ. Живая спирулина, второе, содержит больше активных веществ и питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты, чем сушеные. Ну, то есть это даже не вопрос, это утверждение. Что на это я и мои коллеги отвечаем. По живой замороженной спирулине будет аналогия вам, как с зимними помидорами из теплиц. Или помидоров с пластиковым вкусом, выращенных в искусственной среде. И сушеными, подчеркиваю, сушеными летними томатами, выращенными в грунте на богатых почвах. Вполне очевидно, что в сушеных, скажем, в вакууме или в дегидраторах при низкой температуре натуральных грунтовых томатов, питательных веществ будет больше, чем в свежих выращенных искусственно. Отсутствие сушки, уважаемый Дмитрий, не является показателем качества продукта. К тому же, ченхайская спирулина проходит мягкую сушку, ведь сушка сушки рознь. Она проходит низкотемпературную сушку, что сохраняет всю пользу и живые витамины, и прочие нутриенты. В сушеной спирулине нет воды с остатками минеральных удобрений, на которых она выращивается в лабораториях и бассейнах, всеми производителями, часто при искусственном свете. Концентрация питательных веществ сушеной во много раз выше, чем в водной среде. И потому она, кстати, дешевле даже дорогая органическая по сравнению с дешевой, свежезамороженной, которая, казалось бы, стоит гораздо дешевле. А вы уберите 95% воды и посчитайте реальную цену. Ну, в 20 раз умножьте цену этой замороженной. Тоже интересный экономический аспект. Так вот, а сушеную так много есть не надо. Желудок и кишечник забивать лишним объемом, чтобы получить то же количество питательных веществ, хотя тоже вы не получите, потому что та спирулина, как и хлорелла, кстати, которая выращивается на минеральных удобрениях, разумеется, там нет всех тех микроэлементов и соединений, которые есть в природной воде, где тысячи или миллионы лет, кто во что верит, существовала, размножалась, адаптировалась дикая спирулина и, соответственно, хлорелла. Следующий вопрос претензии. Как можно убедиться, что при сушке была температура низкая? Только при низкой она моментально гнить начнет, вот утверждает Дмитрий. Юрий Андреевич, вы же знаете, сколько еще видов цианобактерий, а это уже другой, как бы, здесь вопрос, кроме спирулины вместе с ней живут. Ну, естественные среди, да, конечно. Некоторые из них могут быть очень токсичны, их не отфильтруешь, они же микро. А вы не думали отфильтровать до того, как вода попала и смешалась с культурой, которую подсаживают в эту воду, нет? Ну, поясню далее. Так вот, кроме спирулины, продолжает Дмитрий, существуют другие виды цианобактерий, которые такие как... И он перечисляет, вы видите их на своих экранах, некоторые из которых могут быть токсичными для человека, например, анатоксины и микроцистины могут вызывать различные заболевания, включая отравление даже рак. Фермы, которые не знают тонкости технологий, допускают параллельное размножение ядовитых микроводорослей, ну, вместе со спирулиной. Дмитрий, а почему вы уверены, и, по крайней мере, мне об этом говорить, вы что, так уверены, что эта спирулина, которую мы поставляем, продаем, она тоже выращивается с другими цианобактериями, и фирма эта, производитель, который имеет международные все сертификаты БИУ, не знает, что нельзя выращивать с другими цианобактериями водорослей. Ну, вы о чем говорите, вы хоть думаете логически. Но Дмитрий продолжает и говорит, и там не только гепатоксины, ну, поражающие печень, но и есть водоросли, которые вызывают паралич сердечной мышцы. На пубмет есть исследования, в которых обнаружены нейротоксичные вещества, следующие, вот они на экранах. Ну, я хочу, Дмитрий, вам сказать, вы, конечно, очень хорошо изучили вопрос по верхам, а вы задали себе вопрос, а как отфильтруешь жидкой, свежей среде, ну, вот спирулины с водой, другие цианобактерии и водоросли, а? Ну, это ладно, если бы вы были внимательны и читали переписки, вот, ответы, вопросы под товарами спирулинов, вы бы увидели, что уже много лет назад об этом не раз спрашивали, и там есть на это подробные ответы. Но, тем не менее, сейчас поставишь, чтобы точку, я и решил досконально все это пояснить. Ответ такой. Ченхайская спирулина, сертифицированная био, не добывается непосредственно из озера Ченхай. Производство располагается, да, прямо на берегу озера. Вода этого озера содержит все необходимые микро-макроэлементы, нужные для роста спирулины. Тот же состав, та же энергетика, та же биохимия, тот же минеральный состав. Поэтому нет необходимости добавлять агрохимию, во-первых, туда, как в большинстве способов выращивания спирулины применяют те или иные производители, потом вода озера проходит многоступенчатую очистку и от физических примесей, и от живых иных организмов. Поэтому там нет ни других цианобактерий, ни иных бактерий, ни микроводорослей. В производство запускается непосредственно чистое, очищенное от любых бактерий и водорослей вода из озера. А уже в нее добавляется чистая культура, ортосфера платенсис, то есть вот эта культура спирулины без примесей и так выращивается. Поэтому никаких следов, внимание, никаких следов жизнедеятельности рыб, птиц, микроорганизмов там нет. Это объяснение закрывает все вопросы про наличие чего-то лишнего в нашей спирулине. Только стопроцентная культура этой спирулины. Все, ясно? Потом, вы не забыли про все международные стандарты сертификации, соответственно, биоспирулины? Если будет в ней обнаружено что-то еще, это многомиллионные убытки, это просто разорение. Это невозможно. Далее вопрос протеста от Дмитрия. При процессе сушки фикационин также подвергается термической обработке, уверен Дмитрий, что может уменьшить ее стабильность и цветность. Вы, наверное, читались то, как это делают производители многие. Но это не означает, что так делают все производители. Ну, Дмитрий пишет, перед сушкой спирулины часто извлекают, хорошо, что вы не написали всегда. Ну, так давайте часто не обобщать. Так вот, часто извлекают фикационин, который является цветным пигментом и может использоваться в качестве пищевой добавки или красителя. Ну, также я добавлю сильного антиоксиданта, очень полезного противоракового вещества, в том числе и так далее. Так вот, в результате этого процесса, пишет дальше Дмитрий, спирулины может потеряться до 15-20% содержания белка. Ответ Дмитрию будет таков. Сушка нашей спирулины мягкая, щадящая при низких температурах и фикационин полностью сохраняется, не изымается из нее. У нас есть клиент, кстати, который закупает наш спирулин как раз для получения из нее фикационина, вот так-то. А наличие фикационина в спирулине, как вы выпрошали, можно определить следующим образом любому человеку дома, в том числе и Дмитрию. И вы сможете это сделать через 5 минут, как все, послушайте, если захотите. Надо измельчить таблетки, либо взять порошок, у нас спирулина идет в таблетках, либо в порошке. Мне лично удобнее потреблять, я потребляю в таблетках, ну, запил воду и все. Кстати, дорогие друзья, для некоторых, особенно у кого проблемы с ЖКТ есть, особенно язвы, я советую делать не до и не разводить в воде и пить, по крайней мере, до еды, а после еды или в процессе приема пищи. Это так, подсказка. Далее, встряхнуть хорошенько, растрясти в прозрачной, ну, допустим, полулитровой банке, бутылке с водой и поставить на 3 часа в темное место. Потом аккуратно, чтобы не взболтать осадок, достать и посмотреть. Так вот, на свет, на окошко, будет зеленый осадок снизу и голубая вода. Так вот, водорастворимый синий пигмент фикацианин и окрашивает воду в голубой цвет. То есть, вот вам стопроцентное доказательство того, что из нашей спирулины этот ценный компонент фикацианин не добывается. И он в нашей спирулине есть. Ясно? Очень хорошо. Идем дальше. Вопрос. Тут уже просто вопрос. А Дмитрий опять-таки же. А правда, что в спирулине содержится фермент тиаминаза, который разрушает витамин В1? Ценнейший витамин В1, про который многие ученые, врачи говорят. Особенно один очень модный ныне доктор из США. Так вот, хочу вам на это сказать. И будет вам таков мой ответ. Тиаминаза как раз содержится в рыбе и моллюсках. А в спирулине ее нет. Иначе потребители спирулины болели бы от нехватки витамина В1. Например, такой серьезной болезнью, как Берри-Берри. Но спирулина, наоборот, хороший источник. Насыщенный этим витамином В1. И он как раз защищает от болезни Берри-Берри. И улучшает обменные процессы организма. И вот все то, о чем говорят про витамин В1. Как раз в спирулине нашей витамина В1 много. Ну а теперь вопросы главные, по крайней мере, от Дмитрия закончились. Надеюсь, новых не будет. Потому что на них, Дмитрий, вы получите такие же доказывающие противоположные ответы. Но, полагаю, нет смысла просто. Так вот, вопрос от другого зрителя. Ислам Насхарделиев. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Вы гарантию даете, что в вашей спирулине не будет оксидографена? Вы представляете, какой вопрос? Ну хорошо, гарантию мы, безусловно, даем. Более того, гарантию дают те все лаборатории и организации, в том числе Европейский Союз, который дал биосертификацию на эту спирулину. Как вы полагаете, дал бы иначе. Теперь вот пишет далее Ислам. Недавно купил из Индии Бады. Очень плохо. И знаете как? Ну нерационально поступили, выписав Бады из Индии, по крайней мере, спирулину. Вы что делаете? В виде капсул, таблеток, порошка с магазина. Пара была с логотипом органик. Ну, кстати, я говорил, что органик, разумеется, это прям не гарантия, не панацея, именно органик. Биосертификация – это дело другое, если это сертифицирует серьезные организации международные, да? Ну да хорошо, органик. А именно спирулина, которую вы ели, была с биоорганикой или другие Бады были? Ну, это, ладно, лирика. И что вы думаете, везде притягивает магнит отдельные частицы, через бумагу, снизу. Если вращать под сырьем, ну, я так понимаю, магнит. Ну да, я знаю, что тут сидят профессиональные консультанты Юрия Андреевича, но мне нужен конкретно его ответ на мой вопрос. Слушайте, я вам скажу честно, что консультанты у меня никакие не сидят. Был у меня помощник на ответы, который брал ответы из моих других ответов зрителей, да, или из лекций раньше. Но вот его уже полгода или более нет, просто, ну, не до того и смысла не вижу, потому что все равно есть ошибки не биологические, так политические, условно, ну, то есть принципиальные, скажем так, да, какие-то. По ходу изложения моего там, ну, и цитат. И потому я сам сейчас только отвечаю, я всегда сам в любом случае отвечал. Вот, поэтому тут никаких консультантов. Дальше. Ответ вам такой. Оксид графена может попасть в водоем, оттуда водоросль, ну, или там на огороды, оттуда в растение. Но если рядом есть соответствующие производства, то есть химические, коксохимические, переработки нефти, так вот, уверяю вас, и это легко проверить. Так вот, рядом с озером Ченхай и близко никаких подобных производств нет. Я прошу вас и всех зрителей, изучите мои видео по этой нашей спирулинии, вообще по спирулинии. У меня их несколько, ну, как минимум два. В общем, все я оставлю под видео в описании. Ну, прям, ну, посмотрите, откройте слово еще, нажмите, откроются ссылки, и смотрите эти видео, и перейдите на товары, вот, по ссылкам, которые я оставлю. Прочитайте то, что под товарами написано, ну, и посмотрите видео. Так, теперь давайте, дорогие друзья, я вам поясню про спирулину чуть подробнее, про конкретно это. Ведь наша биоспирулина из озера Ченхай, органическое биопроизводство находится на берегу озера. Ну, и поясню, как где купить. Итак, спирулина вообще действительно выводит, во-первых, лишнюю воду из организма, эффективно сжигает жир, снижает инсулинорезистентность, может быть рекомендовано на кет-питание, само собой, да, потому что там сахаров нету, быстрых углеводов, ну, мало их практически нет, устраняет дефицит железа, питает организм тем же кальцием и другими минералами в органической только хилатной форме как раз, да. Она оздоравливает организм в целом, укрепляет иммунитет, это рекордсмен, как и зеленые одноклеточные водоросли хлорелла, по содержанию белка в спирулине ее до 68%, что в три раза больше, чем, скажем, в говядине, например. Это идеальная подпитка для режима высоких физических и умственных нагрузок, при серьезных болезнях, в том числе даже при раке, когда очень важно не допустить уменьшение мышечной ткани. Ну и всем людям показано, когда есть дефицит белка, а допускать его нельзя. Так вот, производство топ-спирулина находится на берегу озера Ченхай, где спирулина растет природно, естественно, и в воде озера находятся все нужные для роста спирулина питательные вещества, которые туда поставляются ветром и талами, водами с гор, то есть все необходимые минералы в нужной пропорции. И это ключевое отличие топ-спирулина от любых иных аналогов, так называемых, в кавычках возьмем это слово. Подавляющее большинство производств спирулины, чтобы вы знали, выращивают спирулину на агрохимикатах, которые частично остаются в конечном продукте, а тем более в воде, вот в этой жидкой среде, где спирулины концентрат с водой. Вы понимаете, что вообще вы делаете? Более того, вы знаете, что белок спирулины очень хорошо хилатирует, то есть связывает, концентрирует в себе ионы металлов. Ну вот так-то. Так вот, озеро Ченхай горное на высоте находится полторы тысячи метров над уровнем моря, окружено горами, на берегу несколько мелких деревень, жители которых и занимаются, участвуют в производстве этой спирулины. И это место находится очень далеко от цивилизации. Оно абсолютно экологически чистое, потому и сертифицировано БИУ в том числе. Из аэропорта ближайшего, Куньмина, туда ехать не менее 8 часов. Производство данное не кустарное, а официальное, и соответствует всем международным стандартам, в том числе ICO. Создавалось данное производство на научной и материальной базе китайского правительства. Более того, зона озера охраняется государством как стратегически важный объект. Самое важное в этом то, что Ченхай находится в удалении от производства в абсолютно экологически чистом месте. Да, в Китае есть места, где экология плохая, но Ченхай очень далеко от этих мест. И высота озера над уровнем моря тоже обуславливает экологическую чистоту. Если вы не знали, то тяжелые металлы далеко в атмосфере от производств не перемещаются, а саждаются в ближайших километрах, десятках километрах от этих производств. Более того, несмотря на все сертификаты, мы также регулярно делаем анализы закупаемых партий спирулины, что требуется по законам Российской Федерации. И в них все показатели, ну разумеется, в норме. Результаты анализов, как и сертификаты, доступны по ссылкам под товарами на нашем сайте nadgard.ru, на котором вы и можете купить данную спирулину. Так вот, если вы не хотите купить поддельную, а хотите купить настоящую, эко-спирулину, биоспирулину, вот эту самую, плюс биохлореллу, которая не менее важна, а даже по многим показателям и более, например, потому что в хлореле есть как раз та самая форма необходимого нам витамина В12. Это я вас в этом уверяю. А также фокус в гелеобразной форме натив, то есть единственной форме, которая поставит в организм вообще все необходимые микро-макроэлементы. Тогда вот вам ссылка на наш сайт. Ну, когда вы под этим видео нажмете слово «Еще», откроются ссылки, то на первом месте и будет, как купить нашу спирулину, хлореллу, фокус. Будет ссылка. Также вы должны знать, что отправляем мы ваши заказы, а наши товары, соответственно, в любые города России, любые страны СНГ и страны мира, в Канаду, Англию, США, в Корею, куда хотите, туда, где есть Почта России. И по оплатам не волнуйтесь, кто из-за границы проблем не возникнет. Мы предложим вам варианты, которые вас устроят. Тем более, что после оформления заказа вы оплачиваете не сразу, а когда вам приходит об этом уведомление, что заказ собран, когда с вами согласованы варианты оплаты. Ну, а в завершение письмо, о котором я хотел сказать. Поверьте, таких писем приходят сотни. И вот одно из последних, ну, ему несколько дней буквально. Наталья Владимировна, здравствуйте. Хочу поделиться своим реальным отзывом о применении этой топ-спирулины. Впервые я с ней познакомилась в 16-м году. На тот момент я была уже как три года на сыроедении, что улучшило мое здоровье и самочувствие. Но все равно были некоторые проблемы. Например, низкий гемоглобин и головокружение, когда резко вставало. Но эта проблема у меня еще с детства, когда я была на традиционном питании. А что действительно меня поразило практически сразу же, после применения, потребления топ-спирулины, так это вот что. В те юные годы из-за долгого наращивания ногтей, которое было очень модно у меня абсолютно на всех пальцах, было сильное воспаление кутикулы. Кутикула была уже сильно вздута, болела. Когда туда что-то попадало, она была красная и горячая. Воспаление не проходило целых два года. Как будто у организма не было ресурсов побороть это воспаление. Мне ничего не помогало. И она никак не заживала. Еще ногти с детства всегда были хрупкие, ломкие, тонкие. Буквально через две недели употребления спирулины по одной чайной ложке с горочкой натощак до завтрака я рекомендую употреблять во время еды и после еды. Но не суть. У некоторых нормально до завтрака или до обеда. Так и ешьте тогда. Я заметила, что мои ногти существенно окрепли, стали очень плотные, как броненосцы. Их даже согнуть было сложно. А еще через две недели зажила кутикула почти на всех пальцах. А еще через две недели полностью на всех. Моей радости в то время и удивлению не было предела. Я всем вокруг рассказывал и советовал этот потрясающий продукт. Вот только очень жаль, что мало кто прислушался. Да, это такая беда, так устроен человек. Поэтому, кстати, послушайте от меня простую истину. Я вот перебью ее письмо и скажу вам. Вы знаете, как бы кто ни выпендривался в либеральном угаре, но то, что я скажу сейчас, это истина. Вот массово, не отдельно взятого человека как исключение, а массово народ, нацию и так далее. К счастью, к счастью, можно привести только исключительно насильственно. Кстати, если вы не знали, если вы не знали, опять-таки же, что такое государство по определению вообще, любое, то есть вообще любое государство, это орудие насилия. Другой вопрос, в чьих руках находится государство, законы кем пишется и так далее, кто следит за их соблюдением. Ну, это уже отдельная тема. Ну, просто я вам говорю, что люди в основной своей массе аморфны, глупы, безразличны, неверующие и так далее, и так далее. И думать не желают, соображать, знать, постигать истине, не хотят. Они потакают своим пристрастием, лени и плывут по течению, куда кривая вынесет, оправдывая чем-то или обманывая себя тем, что все зависит, мол, от и начинают. Кто от Бога, кто от судьбы, от тебя, мол, дурака, ничего не зависит. Ну-ну. Продолжаю письмо. Также анализы на гемоглобин. Очень удивили даже моего врача. Гемоглобин стал на верхней границе нормы. А про слабость и головокружение я вообще забыл. И по сей день не вспоминаю, так как вот уже 7 лет я каждый день без перерыва, это кто спрашивает, а можно каждый день? Нужно. Вы едите каждый день? У меня вопрос к вам. Тогда нужно и спирулину, и хлореллу каждый день принимать. Есть. Это же часть питания. Это устранение дефицитов в продуктах питания, понимаете? Ну, разве что перерывы на время лечебных голоданий делаю. Употребляю эту спирулину. На сегодняшний день мы уже все семью ее употребляем, а год назад по рекомендациям Юрия Андреевича мы добавили еще и топ хлореллу. Очень благодарна от всей души и сердца, что распространяете такие знания и волшебные продукты. Очень рад, Наталья, здоровья вам и вашей семье. Благодарю за такое очень важное, рассудительное, разумное, логичное письмо. Возможно, это послужит кому-то, кто досмотрел видео до конца, той малой части зрителей, кто это делает. Имеет свойство досматривать важную информацию до конца для своего же здоровья, успеха и радости. Многие этого, правда, не понимают, но вот кто досматривает, у того есть шанс тоже не сделать глупости, ошибок, а применить всего лишь эти знания и конкретно эти уникальные концентраты продукты, органические, натуральные, богатые питательными веществами для укрепления своего здоровья. А еще раз напомню в конце всем, что чем больше правильных мер, комплексно вы подходите к жизни, к делу, к здоровью, тем легче уходят и быстрее болезни, тем укрепляется быстрее и сильнее иммунитет. Ведь системный подход тем и отличается от каких-то отдельно взятых правильных мер. Кому-то, да, отдельные взятые меры и то могут помочь, а комплексный подход поможет всем рано или поздно, если вы только уберете большую часть неправильных, вредных мер, факторов, привычек из своей жизни, а добавите как можно больше правильных, полезных, необходимых. Ну, вот и все. Еще раз хочу сказать. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы, в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.